Как воспитывают детей в Европе? Как это отличается от того, как воспитывают детей у нас на, условно говоря, постсоветском пространстве? Чем отличается поведение родителей и, соответственно, чем отличается в результате поведение детей? Эта тема меня интересовала, как и в принципе то, чем поведение людей в Европе отличается от того, как это происходит у нас. Дело в том, что сейчас мы получили больше возможностей для того, чтобы узнавать, как живут люди в других странах, чтобы путешествовать. Значительная часть моей практики это люди, которые живут в странах Европы. И этим летом у меня был отпуск, каникулы, когда я посетил несколько европейских стран. И кроме того, что я отдыхал, я еще очень много смотрел, изучал, делал пометки, записывал, записывал свои мини-блоги. И сегодня я хотел бы представить вам такую путевую зарисовку, мои свежие, сырые, с пылу, с жару впечатления о том, как, собственно, европейцы воспитывают своих детей. Эту запись я сделал, находясь в Швейцарии, это где-то посредине своего путешествия. Я, как мне казалось, достаточно много тогда уже видел. Конечно, эти впечатления сырые, они переполнены эмоциями, но определенные закономерности я успел для себя заметить. И я об этом и говорю. Всем привет, меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт и эксперт по отношениям. И сегодня я говорю о том, как в Европе воспитывают детей. Если это видео вам понравится, если такие мои видеозарисовки вас привлекут, поставьте лайк обязательно, подпишитесь на мой канал. Смотрим. Я добрался до Швейцарии, это отпуск, который я решил как-то его регистрировать в своих каких-то путевых заметках и писать, вернее, отмечать какие-то вещи, которые очень важны, мне кажется, важны для меня. Возможно, будут интересны вам. И вот сейчас я понимаю, что отключаясь от работы и переходя в режим отпуска, ты как будто бы переходишь из режима выплескивания в режим наполнения. То есть совершенно невозможно взять и запустить себя, так как это я умею, на какое-то конденсирование, концентрацию, фокусировку и какое-то изложение мыслей. Во-первых, очень много впечатлений, и эти впечатления, они как-то вот приводят к какому-то такому противоречивым, разносторонним каким-то мыслям. На что стоит обратить внимание, на что я бы обратил внимание вот за то время, пока я нахожусь в путешествии и вот прибыл сюда, в конечную точку. Очень интересно то, как люди относятся друг к другу и относятся, в частности, к детям. Я уже говорил раньше, это еще раз скажу. К детям в Европе, в частности, где я видел, там, Австрия, Швейцария, относятся очень специфически. И одно важное замечание, которое мне вот подсказали, я уже заметил, это что родители, европейские родители, как правило, когда отчитывают детей, либо что-то им говорят, такое, ну, с целью как-то усмирить, устранить. Я несколько раз это видел. Они стараются как-то присесть или встать на одно колено, так, чтобы говорить с ребенком на одном уровне, ну, глаза в глаза, вот, находясь на одном уровне с ним. Я видел русский язык туристов, и они себя ведут, конечно же, так же, как мы все себя ведем у себя дома. То есть, это крик на ребенка, это какой-то его попытка подкупить сладостями, это какие-то такие воздействия манипулятивно-шантажные. И самое главное, что, как правило, это какой-то повышенный голос командирский с высоты своего роста на ребенка, который стоит внизу и смотрит, и там, ножками, ручками топает, что-то, вот он показывает какое-то возбуждение. Идея в чем, что в нашем обществе, где очень, как бы, крепкие вот эти вот традиции патерналистского подхода и каких-то вот, ну, вообще, зависимых отношений, таких начальственно подчиненных, все это начинается с семьи. И вот то, на что я обратил внимание, это то, что здесь вот к детям с самого раннего возраста начинают относиться таким же образом. То есть, детям дают достаточно много самостоятельности, у них есть достаточное количество ограничений, но это ограничения такие по делу, скажем так. И когда ребенка не ограничивают одинаково в чем-то жизненно важном, ну, например, там, подойти к дороге слишком быстро или как-то вот, ну, какие-то вещи действительно важные. И с таким же рвением, с таким же надрывом в голосе его останавливают от, например, того, чтобы он там, не знаю, стащил конфетку или там, чтобы он там грязными руками не трогал какую-то там салфетку, ну, какие-то такие бытовые микро-мелочи. Вот такое смешение приводит к тому, что ребенку кажется, что все, и дорога, и, не знаю, какая-то действительная опасность, это все пустое. И вот то, с чем я сталкиваюсь в психотерапии, очень часто это, что людям очень сложно понять, что можно, что нельзя. И часто мне приходится говорить и в своей психотерапии, когда тоже с этим столкнулся, что на самом деле, если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя. Есть вещи, которые запрещены, но так, железобетонные, здесь не нужно искать способа, как их обойти. Такое воспитание детей, которое предполагает какой-то вот шантаж, не знаю, попытку подкупить сладостями, подкупить каким-то обещанием, невыполнимым обещанием прогулки, каких-то вольностей. Все эти вещи преуходят к тому, что потом мы имеем дело с манипуляторами, с людьми, которые стараются как-то очень токсично себя вести, поскольку это единственный способ как-то вот проявить свою агрессию, которую очень сложно проявить явно, ее нужно как-то вот скрывать. И вот здесь я еще раз это вижу и понимаю, вижу подтверждение опять же тому, что все на самом деле начинается с детства, все начинается с того, как взрослые люди относятся к детям, причем не только к своим детям, а в целом в обществе, как взрослые люди, что они делают для детей, не только для своих, а вообще для детей в целом. Ну вот так вот, это была такая, так сказать, заметка по свежим следам. Сейчас, спустя какое-то время, я немножко упорядочил свои впечатления и могу сказать, что в целом, как мне кажется, европейские родители, то есть родители в Европе, они отличаются какой-то большей уверенностью в себе. То есть, понимаете, у нас чаще можно увидеть родителей, у которых в глазах есть какая-то, если не паника, то тревога. И часто даже тот голос, тот тон, которым родители разговаривают с ребенком, он какой-то необоснованно тревожный, необоснованно такой вот, ну, как будто бы что-то случилось. Я, в принципе, и тогда вот об этом говорил. Конечно, когда мы видим, когда родители вот так вот разговаривают с ребенком, это влияет и на повышение уровня тревоги ребенка, родители уже тревожные, и люди вокруг начинают тревожиться, потому что оно это как-то ненормально. Что-то должно такое из ряда вон происходить, чтобы родители так кричали на детей. У нас это, ну, в общем-то, является такой, можно сказать, нормой. И, в принципе, мы живем в условиях какой-то вот повышенной тревожности. Может быть, это вещи, которые, в принципе, отличают наше общество от общества, ну, условно говоря, такого европейского, если взять, так сказать, среднее по больнице. Вторая важная вещь, которую я могу сказать, что, ну, на самом деле, конечно, я видел очень немного. Несмотря на то, что у меня очень много впечатлений, в целом я видел немного, опыта у меня не очень много. Поэтому, если кто-то из вас, предположим, живет сейчас в Европе или бывал там и знает какие-то примеры отличного от привычного для нас способа воспитания детей, как в хорошую сторону, так и в плохую сторону, какие-то вот примеры, напишите об этом в комментариях, это будет интересно, потому что, ну, действительно, чем больше ты узнаешь о том, как люди могут жить по-другому, как люди другим способом делают те вещи, которые для нас кажутся безальтернативными, тем ты получаешь возможность, ну, более широко посмотреть на себя со стороны. И, таким образом, с большей осознанностью и с ощущением собственного выбора относиться к тому, как ты себя ведешь. Причем я говорю сейчас не только о воспитании детей, а, в принципе, о том, как мы себя ведем в обществе. Если вам нравится такой формат, где я свои путевые заметки сопровождаю, так сказать, комментариями со своими последующими осмыслениями этих путевых заметок, напишите также об этом, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках. Спасибо их! Спасибо! …